В доме номер 3 по улице Советской инвалид-колясочник Олег Милкомов попросил администрацию сделать пандусы. Без них он не может самостоятельно заезжать в подъезд и лифт на шестой этаж. Решение проблемы доступной среды на домах похожей серии уже найдено. Олегу Милкомову не раз, защищавшему честь района в состязаниях по боче, показали варианты размещения подъёмников. Каждый день я занимаюсь спортом, пролимпийским бочем. И мне сложно выбираться на тренировку, я практически не могу этого сделать. Был какой-то проект или вы просто обратились? Да, я обратился к залу доступной среду. И вот пока это некоторое время длится. Надеюсь, что это всё в ближайшее время разрешится. Я прошу буквально сегодня собрать подписи и мы, соответственно, буквально в следующей неделе установим. Договорились? А вот здесь, если у меня тоже здесь, с подъезда? Вот здесь обязательно пандус тоже установим, да. Инициативная группа жителей дома номер 24 по улице Пионерской в Щёлкове обратилась к Алексею Валову с просьбой установить во дворе детскую площадку. Из развлечений для детворы здесь сохранились лишь самодельная беседка и хоккейная коробка. Она почти ровесница окружающим двор деревянным домам. Смотри, мы сейчас должны увидеть концепцию, есть ли здесь чего-то, Египетсаныч. Да. Сейчас, посмотри, планировки, что здесь на этом месте планируется. Да. И тогда, исходя из этого, делаем концепт этой площадки вообще. Там хотя бы, Алексей Васильевич, какую-нибудь малую архитектурную форму, которую можно потом передвинуть. Семья с маленьким ребёнком обратилась к Алексею Валову за помощью в восстановлении вентиляции. Из-за отсутствия тяги невозможно пользоваться газовым водонагревателем. По словам жительницы, проблема не решается со дня переезда в квартиру. Управляющая компания полагает, что вент-канала на кухне не было изначально. Вентиляция должна была быть здесь. Нету здесь. Между первым и вторым этажом пробили отверстие технологическое специально. Каналов нет ни дымового, ни вентиляционного. Вот так, кто у меня есть на руках. В принципе, собственник это показывал уже. Вот они. Вот заключение ВПО. Проект, который не устанавливает, колонку не был. В 2002 году каким-то образом дали им разрешение. На каком установании непонятно. Мы сделали запрос. Балашик и Межрайгаз. Сейчас покажу. Точку в деле о вентиляции поставит проектная документация на дом. Пока ведутся её поиски, прорабатывается вариант расселения. Набережная Клязьмы в Щёлкове скоро приобретёт законченный вид. Вдоль заречной улицы, на новом отрезке прибрежной полосы, известном как набережной юности, появится своя точка притяжения жителей. Алексей Валов вместе с заместителем по строительству Никитой Никулиным и щёлковским архитектором Алексеем Воробьёвым обсудили возможность размещения под открытым небом коллекции войны техники. Опыт в этом деле у Алексея Валова есть, набережная станет краше, перемены будут проходить с учётом первоначальной задумки архитекторов. Центр города должен быть притягательным для всего города. Мы не просто спланировали пешеходную зону, спланировали набережные дополнительные. Планируем здесь дополнительные точки притяжения жителей, чтобы они провели побольше времени. Вот с Никитой Александровичем прошли, он в принципе знает прежнюю концепцию, то, что здесь должно было строиться, развиваться. И в принципе пришли к единому мнению о том, что работу надо продолжать. Мы хотели бы на набережи, на эту, которую открыли буквально недавно, около новых строящихся домов по Заречной улице, то есть разместить там не меньше 8-10 единиц техники. Вот как раз сегодня вышли, посмотрели, каким образом могли бы это реализовать. Есть люди, которые готовы предоставить эту технику, но это уникальная возможность. Мы не должны от этого отказываться. Я думаю, что это будет в первую очередь большой подарок не только для ветеранов, но и для детей, которые смогут ползать, лазить по этой технике. В принципе, я сам всю жизнь мечтал залезть на танк. Создание набережной – важный элемент в благоустройстве Щелково, которому в 2024 году исполнится 100 лет. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...